МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканский Дом народного творчества и Музей изобразительных искусств организовали интересную выставку одаренных мастеров. Мы видим сегодня работу людей, которые сами открыли свой путь в искусство и обладают, что очень важно для художника собственным видом. Подготовка в завершающей фазе. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России. Подробности в спортивном блоке новостей. Чиновники Минтруда попали в поле зрения силовиков. Прокуратура Дагестана возбудила административные дела в отношении должностных лиц ведомства из-за нарушений прав граждан на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Проверка выявила, что причиной недостаточного финансирования стало несвоевременное принятие нужных решений сотрудниками Управлений соцзащиты, что привело к образованию задолженности по выплатам на конец 2021 года. Кроме того, выявлены нарушения порядка регистрации и рассмотрения жалоб граждан и факты несвоевременного перечисления денег. Очередная сессия Дагестанского парламента пройдет 22 февраля в ближайший вторник. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания. Накануне прошло заседание Президиума Народного собрания, на котором были внесены изменения в повестку. Главным вопросом будет голосование по кандидатуре председателя правительства республики. Напомним, глава региона Сергей Меликов предложил на эту должность Абдулмуслима Абдулмуслимова, который сейчас исполняет эти обязанности в статусе в Рио. Аварский язык добавят в Яндекс.Переводчик. Как сообщили в Министерстве цифрового развития республики, это решено сделать в честь столетия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи руководителя Минцифры региона Тамерлана Буганова с директором по продвижению образовательных инициатив в органах власти Дмитрием Растворовым. В перспективе в сервис планируется добавить и другие языки народов Дагестана. Деловые дагестанцы успешно осваивают онлайн-платформы для продажи и покупки товаров и услуг через интернет. Это дает местному бизнесу выход на новые рынки, в том числе на международные. Об этом сообщает Республиканский центр поддержки экспорта. По данным центра, в 2021 году на экспорт удалось вывести 19 дагестанских предпринимателей. Четверо из них вывели свою продукцию на рынок через маркетплейсы. В том числе начались поставки ПАПАХ в США, СОКОВ в Австралию и ШТОР в Великобританию. К другим новостям. За что был награжден Орденом Мужества. Два художника, два разных взгляда на окружающий мир. Республиканский Дом народного творчества совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой организовали выставку художников-самородков Хаджимурада Магомедова и Шамиля Закарьяева. Подробнее расскажет Малика Курбанова. Горные вершины, стремительные реки, леса и совсем не седой Каспий тесно переплетаются с моментами и сельской жизни, и яркими натюрмортами. Их работы на первый взгляд как два отдельных мира. Но в каждой художники в красках передают любовь к родному краю. Самородки по-настоящему это те люди, которые и сегодня здесь представлены. И это те люди, которые, наверное, в своей жизни имеют возможность не только самому родиться на свет, но и помочь другим понять, из чего складывается жизнь, свет, будущее, настоящее. И своим взглядом на жизнь помочь нам всем приблизиться к самому лучшему, к самому главному. К нашим лучшим традициям, к лучшему культурному наследию. Республиканскому проекту «Самородки Дагестана» в этом году исполнилось 10 лет. За это время было проведено более 50 выставок самодеятельных художников и мастеров народных промыслов. Мы открыли очень интересных художников. И действительно, они всегда, хотя это было хорошо, когда из профессионального образования, из профессионального образования обеспечивают вот такую удачу художника. Мы видим сегодня работу людей, которые сами открыли свой путь в искусство. И обладают, что очень важно для художника, собственным видением. Можно научиться рисовать, но свое видение обрести очень трудно. И эти люди, безусловно, это имеют. И очень многие работы заставляют почувствовать настроение, которое художник стремился передать в свою работу. Вот замечательная работа Шабеля, Закарьяева. Закарьяева, 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 который очень такой снег в горах, который удивительно, он так смог передать свое ощущение этого падающего снега на горные дома. И вот как будто такой единый мир, который засыпается этим снегом. Это очень такая трогательная работа. Это замечательные работы Хаджимурада Магомедова, который, вот, не мой раз, как бы, где стоит ему, значит, жирновов, в которых мелится мука. Весенние какие-то работы. Очень интересно видели. Это то, что зачастую ему больше ценится, чем профессионализм, которые у них тоже есть. Сейчас, как Салихат Расума сказал, их говорят более 50. Знакомь их на творчество, радуюсь их на моторчество. Вы же что, и вы радуетесь. Вы должны знать, Шамиль и Хаджи Мурат, вместе с вами радуются ваша семья, ваши родственники, ваши односельчане, ваши друзья-коллеги. Вот эти поклонники вашего искусства тоже радуются и поддерживают вас. Вашим успехом радуется Дом народного творчества, Дагестанский музей изобразительных искусств. Это вдохновит вас еще дальше работать, творить и создавать, и радовать семители искусства. Желаю вам здоровья, вашим семьям, вашим коллегам, друзьям, всем, кто сегодня пришел с вами разделить радость. Желаю всем здоровья и вдохновения. Хаджи Мурат Магомедов окончил Дагестанский политехнический техникум, работал электриком. А все началось с увлечения фотографией. Но, как говорит сам автор, фотоснимки не отражают глубины и всей сути страны гор. Его сельские мотивы – история и традиции народа, которые все дальше уходят в прошлое. На картинах время словно остановилось. Суровые скалы, старинные улочки аулов, сакли, что пчелиные соты, бескрайние поля и пастбище. Это мое хобби, которым я занимаюсь, основное время работы. Я получаю удовольствие, я отдыхаю, можно сказать. Я жил в горах, в детстве, наверное, остались эти печатления. У нас в горах люди всегда были такие мужественные, трудолюбивые, честные, простые. Шамиль Закарияев – выпускник отделения изобразительного искусства Дагестанского педагогического колледжа в Хасаюрте. Работал в сельском клубе, преподавал в студии национальных танцев. После тяжелой травмы в результате аварии проходил длительную реабилитацию, во время которой начал рисовать пастелью. И, как отмечают специалисты, достиг в этом деле больших результатов и вошел в Союз пастелистов России. В Хасаюрте открыл первую в Дагестане студию пастельной живописи «Краски гор». Занимается барельефом, скульптурой, витражной живописью. Классические задачи художник решает через цвет, соединяя, казалось бы, несовместимые оттенки. В его картинах привычные вещи обретают новый смысл. Собрание работ насчитывает более 500 произведений. Также представлены работы из второго проекта «Точечная живопись» – это магия «Точек насосерия». Опять же, этот проект будет представлен уже осенью. Выставка художников-самородков продлится до 2 марта. Малика Курбанова, Салман Гитяхмаев, ННТ, Махачкала. Дагестанский боец Расул Магомедов стал временным чемпионом Eagle FC в полулегком весе. 45-й по счету турнир Лиги Хабиба Нурмагомедова завершился накануне в Москве. Магомедов в главном поединке вечера встречался с земляком Абдурахманом Гитиновасовым. Бой продлился 5 раундов. По его итогам, судьи раздельным решением отдали победу представителю клуба «Крепость». Спортсмены разыгрывали временный титул, так как действующий обладатель пояса Бусурман Кул Абдибаид из Кыргызстана снялся из-за травмы. Помимо титульного противостояния, зрители увидели еще 11 боев с участием дагестанцев. В 10 из них воспитанники спортивных школ республики занесли в свой актив победы. Дагестанские борцы-легионеры побеждают в Болгарии. На ежегодном турнире Дан Колов и Никола Петров определились медалисты первого дня соревнований. В весе до 79 килограмм не было равных воспитаннику Махачкалинской школы имени Гамидова Али Шабанову. Регионер белорусской сборной провел 4 схватки. Поочередно он справился с соперниками из Эстонии, Азербайджана, Ирана и Индии. Двоих из них Шабанов одолел досрочно по баллам, включая соперника по финалу. А в категории до 61 килограмм победил Зелимхана Бакаров. Воспитанник школы борьбы Хасавюрта с этого года представляет Албанию. Он провел 5 схваток, 3 из них с соперниками из Индии. В том числе в финале с серебряным призером игр в Токио Рави Кумаром, которого превзошел со счетом 7-1. Серебро и бронза в своих категориях у Рамазана Рамазанова и Османа Нурмагомедова. Они выступают под флагом Болгарии и Азербайджана. Сборная России турнир в Болгарии пропустила. 30 дагестанских самбистов представят республику на чемпионате России. Турнир стартует 24 февраля в городе Верхняя Пышман Средловской области. Подготовка к соревнованиям уже подходит к концу. Одну из заключительных тренировок самбистов в спортшколе имени Газимагомеда Ахмедова посетили наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Разминка, отработка бросков и легкие спарринги. Идет последняя проверка сил перед чемпионатом России. Костяк сборной Дагестана составляют воспитанники спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова. Из этого небольшого зала ежегодно выходят чемпионы мира и Европы. Задача на сезон – держать высокую планку. Действительно, вот эти все, которые результаты показывают, эти самбисты, которые начинали 2001-2010 годов, которые начали. Вот эти старые самбисты постоянно показывают результат. На них надежда. Самая главная надежда на них, потому что я верю в их тоже. Очень хорошие ребята, воспитанные. Они любят религией, занимаются онлайн, постоянно. Спортзал, мечет. Больше у других нет, все мы тоже воспитывают. Из-за болезни предстоящие соревнования пропустят прошлогодние чемпионы мира – Расул Магомедов и Магомед Магомедов. Но в команде всегда есть кому побеждать. После длительного перерыва на ковер вернулся Мухтар Гамзаев. Двукратный чемпион мира только восстановился от травм, но к этому турниру планируют подойти в полной боевой готовности. Весь 2021 год я восстанавливался, реабилитировал свое колено. Сейчас я чувствую, что я должен этот чемпионат России вывозить на опыте. Когда-то было мне 18 лет, я выступал молодым парнем, но теперь уже и по количеству моих соревнований на международном уровне, и на всероссийских соревнованиях, я уже думаю, что я опытный спортсмен и должен вывозить больше на опыте соревнований. У меня есть одна цель – выступать в игру на тех соревнованиях, в которых я буду участвовать. Вот моя цель. Большие надежды в команде связывают и с капитаном Расулом Гасанхановым. 32-летний самбист – самый опытный и титулованный в составе. Трехкратный чемпион мира уже не первый год подумывает о завершении карьеры, но после отдыха возвращается с новыми силами. Вот после последнего чемпионата мира тоже с одной стороны думал уже оставить. Сгонка веса, там больше 10 килограмм гоняю. Не знаю, опять же отдохнул нормально, два месяца отдохнул и обратно. Да, соскучился, сейчас опять желание появилось. И желание моё, да, пятикратным стать, не знаю. Сейчас тоже думаю, может, последний раз поеду на Россию, на мир, а если отберусь, может, дальше и не буду драться, не знаю, паспорно. Тренировки самбистов продлятся вплоть до 22 февраля, но все основные нагрузки уже позади. Сборную Дагестана в Свердловской области представят 30 спортсменов. Чемпионат России в городе Верхняя Пышма стартует 24 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это всё на сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите нас на сайте nnttv.ru. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова